привет всем кто смотрит канал сумерки богов это канал для тех кому не безразлична судьба музыкального театра сегодня мой первый обзор спектаклей фестивального лета она у меня началось в вероне где проходит юбилейный фестиваль эта поездка стала возможной благодаря моим подписчикам на платформах грусти и патреон за что им огромное спасибо подписывайтесь на канал сумерки богов если вы еще это не сделали здесь формируется уникальный контент о музыкальной жизни европы в наше непростое время фестиваль арена де верона впервые провели больше чем 100 лет назад так что по-хорошему сейчас надо праздновать уже 110 лет но в начале фестиваль по понятным причинам проходил не каждый год и нынешнее лето в вероне сотая когда звучит в древнеримском амфитеатре музыка но в основном итальянских композиторов в этом году фестиваль под девизом только раз бывает сотый раз продлится почти три месяца как вы понимаете играют спектакли не каждый день десятки тысяч зрителей пытаются собрать с четверга по воскресенье когда туристический поток в италию по естественным причинам увеличивается в этом году на фестивале дадут аж 50 представлений это восемь постановок опер россини верди и пучини и несколько специальных концертов с участием звезд оперы причем только мужчин доминго кауфмана флореса и балетного артиста роберта боли при выборе названий фестиваль всегда ориентировался на популярность но все же раньше это были большие хоровые оперы которые естественно в гигантской арене смотрятся лучше но в последние десятилетия здесь исполняют и название которым очевидно не уютно в таком большом пространстве например северского цирюльника россини и регалета верди с этого спектакля и началась моя столетняя арена я был в вероне последний раз четыре года назад и мне сразу в глаза бросилась сейчас что пока фестивале не удается выйти на уровень до пандемийных продаж причем даже на тех спектаклях которых поют самые звездные звезды что называется арена де верона была и остается прибежищем для случайных зрителей для которых опера под звездами уже события туристов наливающихся по самые глаза просека и тех меломанов которые хотят чтобы в опере все было по старым европе уже много зрителей которым хочется новых и неожиданных театральных решений вот для них спектакли веронского фестиваля это как полонеза гинского для тех кто давно пристрастился к симфониям малера и они наверное отправляются в экс мюнхен лизальсбург а в вероне очень много немецких туристов скажем раньше кстати было много русских но сегодня по понятным причинам это не так хотя русская речь в аудитории слышно условно я бы сказал что это фестиваль для тех кому не нужна опера а нужны острые ощущения возможность пить прямо во время спектакля почему нет хорошо хоть пиво перестали разносить раньше было и так кстати про выпивку она бы мне нисколько не мешала но нравится людям ассоциировать оперу с игристым пожалуйста но теперь вероне такой тренд пластиковые бокалы опустошив ставят на пол естественно порывы ветра сносят их и они падают произведя не тихий стук и так все время для тех кому все уже нужна музыка это мучительно но кто думает о них когда здесь все спектакли идут с максимальным числом антрактов чтобы хотя бы на вине заработать раз билеты не проданы но на самом деле главная проблема арены это акустика я уже много раз говорил что естественно акустика на этой площадке любят так часто говорить это миф который поддерживает как раз наверное любители выпить в нормальном театре не пускают зрителей с бокалами зал и новая постановка регалета верде написанная композитором по драме король забавляется гюго особенно доказывает это для вероны это опера небольшой привет из прошлого если помните папаша регалета пытается отправить дочь подальше от греха именно в верону постановщики этого спектакля антонио альбанези и сценограф куан гильермо нова когда особенно постарались сделать все чтобы мешать оркестру и певца сцена покрыта каким-то материалом который скрипит и шуршит от каждого шага поэтому когда хор вываливает на сцену в момент похищения джильды она по моему мнению должна уже звонить в полицию я в этот раз аккредитовался на фестивале а прессе всегда дают места с правой стороны и я знал что в тути оркестра буду слышать только ударный но когда хор стоял все время с противоположной стороны его было слышно очень плохо ни о каком балансе вообще не могло быть и речи кстати оркестр под управлением марка армельято звучал очень странно дирижер решил разводить музыкальные антимонии там где надо в общем-то решительно поддавать звук но правда тогда певцов бы не было слышно они все безголосы но что еще было более странным никогда не знал что армельято плохо с ритмом очень во многих местах он дирижировал настолько расплычато и нечетко что певцы и вязли в этом музыкальном болоте на сцене с двух сторон и правда было болото по замыслю постановщиков вот с одной стороны через него были переброшены мазки все по ним ходили а с моей стороны посередине мостика одной секции не было и артистам приходилось спускаться в это бутафорское болото а потом снова подниматься на мостик всегда говорю что реализм на сцене требует больших усилий и если вы уж придумали болото то уж извольте поставить целиком мост через него но мостик конечно не самая большая проблема обстановки действие оперы регалета перенесено куда-то в эпоху итальянского неореализма и герцог превращается во владельца какой-то лаканды совершенно невнятная роль главного героя и уж точно глупо выглядит вся история побочная с монтероном но как обычно когда речь идет о подобных спектаклях все реалисты внезапно начинают бормотать о чем об условности оперного жанра так все же условность или кринолины с кокошниками вы уж разберитесь прежде чем ставить спектакли зрителю остается надеяться что музыка внесет больше ясности в эту историю а артисты попробуют вернуть этому условному жанру первозданную естественности правдивость на поверку же выходит естественно всего наоборот каждый спектакль в арене состав меняется довольно сильно в регалета никак не могли найти артистку на замену сопрано ниними насян и джулия мацола которая появилась на сайте за два дня до спектакля практически артистка хора компримарио испармы как бы она ни старалась у нее нет ни качества солистки не опыта выступления в таких спектаклях где все артисты работают только на себя мацола сидела на репетиции говорят правда как страховка но сопрано была настолько серой что я понял почему неделю назад арена уже искала на замену миносян хоть кого-нибудь только не ее кстати на премьере пела роза фиола и пела плохо но критики а про верону пишут в основном блогеры серьезные газеты и редко об этом пишут этого не заметили а вот у меня есть свидетельство присланные с премьерой подписчиком тут в партии регалета роман бурденко спасибо всем кто посмотрел этот фрагмент обзора я продолжаю выкладывать небольшие отрывки каждого своего ролика здесь на ютюбе но если вы хотите посмотреть этот обзор как и другие полностью то вам надо обязательно подписаться на канал сумерки богов на сервисах бусти и патреон ссылка на эти сервисы есть под каждым роликом стоимость подписки не велика но на бусте или патреоне вы услышите любой обзор до конца узнаете самое интересное о музыкальной жизни мира и увидите разнообразные видео фрагменты которыми я иллюстрирую свой рассказ на ютюбе это было просто невозможно делать а еще на этих сервисах нет никакой раздражающей рекламы а я буду продолжать оперативно рассказывать вам обо всем самым интересным ну а кроме того поддерживая канал сумерки богов вы помогаете остаткам независимой российской журналистики и уж совсем в россии загнувшейся музыкальной критики подписаться на сумерки богов в этих двух сервисах очень просто после подписки вам уже не надо ничего делать только наслаждаться обзорами сервисы сами сообщат вам о выходе новых роликов по подписке на бусте или патреоне вы сможете посмотреть минимум 6 роликов в месяц с моими рецензиями на важнейшие постановки ведущих театров мира их может быть и больше это зависит от уровня подписки а кроме того есть возможность слушать лекции которые помогут вам подготовиться к трансляциям или походам в театр подписчики могут задавать и темы обзоров которые я не оставляю без внимания регулярно там выходят ролики с анонсами премьер и трансляции они всегда бесплатные я дублирую их и здесь на ютюбе но вновь без музыкальных фрагментов напомню на ютюбе продолжает оставаться библиотека из шести сотен обзоров которые представляют весь спектр интересов меломанов рецензии на премьеры интервью с артистами старые тексты 90-х годов много лекций и все это совершенно бесплатно поэтому подписывайтесь и здесь на ютюбе чтобы в любой момент найти обзоры охватывающие не только события последних пяти лет но и представляющие широкую панораму развитие музыкальной жизни в россии и в мире каналов подобного рода нет в интернете не на одном языке по одной простой причине независимая музыкальная критика умерла давно не только в россии но и во всем мире а здесь вам говорят только правду я начал делать это больше 30 лет назад когда писал для ведущих российских национальных газет и продолжаю это делать сейчас когда жизнь вокруг стремительно меняется и теперь только блогер может сказать то что не может сказать ни один журналист подписывайтесь на бусти и патреоне чтобы знать куда поехать что послушать в трансляциях и куда вообще двигается оперный театр в эпоху тотальной популяризации буду рад встречи с вами на бусте и патреоне и до новых встреч на канале сумерки богов где бы вы его не смотрели и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!